Мария, вот здесь мое хобби, увлечение. Занимаюсь, я вышел на эту пенсию, 7 лет уже. То немалое, что раскопал за годы пенсионной жизни Сергей Брюхатов, среди копателей, известный как ветеран, вплотную приблизился к археологии несколько лет назад. Это до, это наше, да, это бронзовые, железные, это вот аланы древние. История целого ряда эпох. Екатерининские монеты, иконы 19 века, персни Золотой Орды. Возможно, скоро его находки заинтересуют государство в связи с законом, который защищает памятники археологии. Драконовские, конечно, по правке. И там таких нюансов много, что археологический памятник, если там даже и табличек нет, это все равно памятник, ты должен об этом знать. А как ты можешь знать об этом? Он пытается докопаться до самой сути нового закона. Ищет историю, не зная. А может, именно здесь, под землей, тот самый запрещенный памятник археологии. На карте археологов-любителей теперь появится так называемый культурный слой. То есть, где не ступала нога профессионала, но явно видны следы пребывания человека. Под такую категорию попадает чуть ли не любой участок земного шара, который должен остаться неприкосновенным. А значит, хобби теперь влетит в копеечку. Если раньше это исчислялось в тысячах рублях, десятками тысяч рублей это максимум, то сейчас, в настоящий момент, сотнями тысяч рублей. Есть, допустим, по некоторым статьям от одного до десяти миллионов рублей. Павел, что называется, два в одном. Он продает товары для копателей и сам копает. Показывает, что называется на пальцах. Но разве это порадует музей, которому теперь должны отдавать все, что найдут? Как и многие обычные обыватели, люди, кто не занимается этим, для них кажется, что вот это стоит целое состояние. Честно сказать, с состоянием здесь и не бар. Они не из разряда так называемых черных копателей, для которых археология – способ наживы. Любители истории говорят, поисками очищают землю и воду. Последнюю, кстати, тоже коснется закон. Поднять с коммерческой точки зрения, например, затонувшие судны – это невыгодно. А государство денег не выделяет. Металл гниет, осыпается. Заелится, будет болото. Болото будет достоянием России, наверное. Пока он поднимает вроде разрешенные предметы части затонувших кораблей. Им еще, согласно закону, нет ста лет. В ожидании задается вопросом, который некогда предрекал Хемингуэй. Похоже, колокол зазвонил по любительской археологии. Мария Смирнова, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов.